Как-то перекручивается все в сторону потребительских каких-то отношений. Такое впечатление, как паразиты. Один человек лезет наверх, а все остальные как пиявки присасываются и начинают высасывать. Меня часто спрашивают и мои клиенты, которые со мной в индивидуальных программах работают и на групповых занятиях. Андрей, скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была возможность дать только один совет, как прорваться, что бы это было. Я говорю, друзья, исходя опять из своей практики, когда я почти до 30 лет ждал, что кто-то мне что-то должен, родители там, потому что есть у нас такое, детей вырастил, дети должны, типа. Мужа имеешь, муж должен. Да, любовник есть, любовник должен. А если у нас что-то не получается, мы кого ищем, жертву, кто в этом виноват, правильно? Правильно, и что делаем? Ты виноват, тыкаем пальцы. Хотя нам в детстве говорили, не тыкай пальцем, это некрасиво, но мы все равно эту моду себе взяли, да? Вот. Что происходит, когда мы указываем на кого-то другого? Я специально такую девушку с таким вот лицом интересным сюда вынес. Посмотрите, пожалуйста, всего лишь один палец указывает на внешние обстоятельства, и три пальца указывают на того, кто действительно виновен. Ты ответь сначала, сделал ли ты все на 100%, что зависит именно от тебя, да? А потом уже ищи, как повлияли на это внешние обстоятельства, и как можно их изменить. Вот. Поэтому первое правило, и в общей сложности это правило моих наставников, это взять 100% ответственности за свою жизнь. Независимо от того, я сегодня рад, что у нас аудитория такая вот достаточно красивая, и как раз таки с красивой аудиторией возникает вот этот вопрос. Ну как же, Андрей, мы же женщины, мы же слабый пол. Ну посмотрите сегодня. Слабым полом уже вас не назовешь. Независимо от того, вы женщина, мужчина. Задача у каждого одна. Найти себя и реализовать этот потенциал. Первое базовое знание, которое вы сегодня получаете, вы должны вот эту, как отчинаж понимать. 100% ответственности за свою жизнь. И никто вам ничего не должен. Продолжение следует...